Звезды современного искусства входят в списки Forbes наравне с выдающимися спортсменами и поп-исполнителями. Но это где-то там, на мировой сцене. А как же в Барнауле? На чем зарабатывают барнаульские художники? И не обидно ли тратить свой талант на работу, которая потом будет куплена, чтобы украсить чью-то гостиную? Это Маруся Загорская и программа «Честное слово». В гостях у меня художник Николай Зайков. Танцевать можешь, прибивать что-то к чему-то. На животных потолку, да? Да, ну или себя к брусчатке. Художник – это не тот, кто рисует, а тот, кто думает. А как ты свой месседж посылаешь зрителю? В каком виде? Это уже другой вопрос. Тебе несут деньги, тебя любят, тебя узнают девчонки. Художника никто не ждет нигде вообще. В общередине всегда жили бедно. Сигареты продавались на вахте в институте, поштучно. Водка продавалась круглосуточно. Грустно, грустно выглядит быт ваш. С ванной это была уже роскошная наша жизнь. Мне запомнился тот хайп, который я получил. Разворот рядом с певицей Валерией, там было мое интервью. Художника может обидеть любой, может художника обидеть легко. Терпеть не могу воинствующего обывателя. Мы в политику не играем, мы играем в творчество. Николай Сергеевич, здравствуйте. Здрасте, Маша. Объяснение для тех, кто не понял. Я буду к вам обращаться по имени общества. Но так как все-таки вы мой преподаватель много лет назад были, я не смогу перестроиться и буду все время перепрыгивать, чтобы не было неудобств. Поэтому давайте по имени общества. Хорошо, договорились. Договорились. Вы меня первое, чем удивили, что написали, что приедете на самокате. Почему вдруг такой транспорт? Ну не знаю, вот этот карантин же начался, нельзя ездить в общественном транспорте, даже как-то неприятно. А у меня у ребенка там самокат. Я говорю, ну давай, дай мне покататься. У него еще велик есть. Поэтому он говорит, ну забирай, ладно. Ему не интересно на самокате, там же надо отталкиваться. Поэтому я у него взял самокат и сейчас гоняю, нормально. Я думала, это у вас какая-то поза такая. Нет, это такой поза. Как изменилась ваша работа преподавателя в связи с карантином? Изменилась, я бы сказал, вообще кардинально. Процесс, с одной стороны, приятный, когда тебе не надо на работу ездить. То есть ты, находясь дома, как-то работаешь. Но с другой стороны, безусловно, вот в нашем деле, в дисциплинах изобразительного цикла, как говорят, там как бы трудно было себе представить вот сначала, когда мы встали перед этим фактом, вообще как этот процесс необходимо сформировать, чтобы построить, чтобы был какой-то результат практически. Ну вообще, то есть как бы трудно было представить, что будет в итоге. Но вот мы встали перед такой необходимостью, то есть надо было и все, есть такое слово «надо». Как выглядит урок рисунка онлайн? Я просто себя не представляю. Ну смотрите, я веду рисунок специальный. То есть я уже много лет веду специальный рисунок. Это архитектурный рисунок, архитектурно-дизайнерский рисунок, технический рисунок. Это те дисциплины, где нет такого вот привычного нам натурного рисования, когда есть объект изображения, и студент, глядя на него, его рисует. Вот такого нет. То есть у меня есть задание, там у нас есть формулированное задание в виде текста, есть, как говорят графические дизайнеры, какой-то референс, набор фотоматериалов, набор графических материалов, там чертежей и так далее. Это все студентам выгружается. Я вот через контакт работаю, потому что все студенты ВКонтакте, и эта платформа довольно удобная для нас, потому что фотографии грузятся там, и аудиофайлы можно записывать, и все остальное. Мне конференции не нужны здесь, потому что такое общение. Вот, и, соответственно, они этот материал как-то перерабатывают, выгружают туда же, в эту же беседу, свои работы у всех же телефоны, хорошего качества, и все, и нормально, мы с ними общаемся. И просмотры проходят точно так же. То есть в целом все не так странно, как казалось. Но я вот посмотрела, значит, победителей последних венецианских биеннале, и там не было ни одного художника в таком смысле, к которому мы привыкли. То есть там были перформеры, там были какие-то там инсталляции. Как вы сами видите будущее вообще искусства, и почему вы в это будущее не сдвигаетесь, а продолжаете быть все тем же по классике художником? Вопрос понятен, вопрос стандартен, традиционен, вопрос уже последние 20 лет этот стоит перед всеми. Ну и до меня тоже этот вопрос стоял. Вообще, начиная там вот с этого рубежа 19-20 век, когда появились импрессионисты, когда искусство начало ломаться, и возник вопрос, нужно ли рисовать вообще. И вот на этот вопрос человечество отвечает уже больше 100 лет, и отвечает по-разному. В наше время есть разные искусства, вообще все дискретно, ну то есть вся наша жизнь дискретна, то есть у нас нет какого-то, как бы сказать, какой-то картины мира целостной, мы локально смотрим на какие-то вещи, на все вообще. И поэтому мы не можем себе весь этот художественный процесс представить полно. А на самом деле что происходит? Происходит, как бы сказать, продолжение существования традиционного искусства, в том понимании, о котором вы говорите, и продолжают существовать так называемые новейшие течения, актуальные течения, да, то есть в современных, даже, как бы сказать, традиционных, таких культурных, искусственных институциях, типа как даже Академия художеств российская, например, или там Третьяковская галерея, уж на что такие фундаментальные образования, ну на что они такие инертные, но тем не менее даже в них создаются отделы новейших течений. В современном понимании художник — это не тот, кто рисует, а тот, кто думает. То есть ты художник, если ты определенным образом думаешь. А как ты свой месседж посылаешь зрителю, в каком виде — это уже другой вопрос. Ты можешь продолжать рисовать, а можешь фотографировать, можешь там, не знаю, танцевать, можешь прибивать что-то к чему-то. К животных потолку, да? Да, ну или себя к брусчатке. Вот это новое, оно очень дорого стоит. А все, что ближе к классике, оно стоит очень дорого, если это сделано давно и признанными мастерами. Вы как, когда определялись, как вы будете работать? Вы как-то думали о том, сможете вы на этом зарабатывать или… Абсолютно нет. То есть я вообще до сих пор не понимаю, как все это произошло. И я не задумываюсь об этих вещах, на самом деле. То есть у меня был один памятный разговор с дизайнером, не буду называть, с кем. Вот что-то он для меня делал, там, не знаю, дизайн какой-то делал, буклеты, там, к выставке или еще что-то. И вот он делал, делал, сидит такой и как бы так в пространстве говорит, «Слушай, я вот совершенно не понимаю, как так можно просто рисовать, говорит, без вообще, ну как бы, что называется, для себя, как люди говорят. Ты зачем это рисуешь, когда на улице рисуешь, подходит человек, это как, для себя или куда-то? Вот первый вопрос, да, то есть на продажу или для себя? Вот, я всегда рисую для себя, но я понимаю это для себя, как для людей, как для человечества, как для, как бы сказать, для потомков. Вот, и вот дизайнер, например, который все время работает, конечно, на заказ, все время его работа должна быть оплачена, иначе он не просто линии не прочертит. Вот он совершенно не понимал, это вне его понимания находилось, вот моя деятельность и мой подход к этому процессу. То есть я никогда не задумываюсь о том, чтобы сделать на продажу. Слушайте, ну вы же кормилец семьи, а как тогда? Ну в настоящее время я больше преподаватель, чем художник. То есть если говорить о зарабатывании каких-то денег, то это, конечно, преподавательская работа. Я просто в свое время как бы взвесил все за и против разных, вот как бы, кстати, стратегий жизненных. И понял, что самое честное в моем случае будет просто преподавать, а не работать на продажу. Потому что до сих пор у меня бывают, конечно, и заказы. Я от многих заказов отказываюсь, но какие-то беру. Но я беру заказы в том случае, если они меня полностью в творческом смысле удовлетворяют, устраивают. И, как правило, это те заказы, которые, ну как бы сказать, взялись, потому что я существую. То есть дизайнер, когда работает над каким-то проектом, подумал, вот есть Зайков, он классно это сделает, я к нему обращусь, например. Или какой-то коллекционер приходит ко мне именно за моими работами. Поэтому у меня сейчас, вот в настоящее время, есть, как бы сказать, три таких, три рынка сбыта. Это музеи государственные, кстати, я вот прям этим горжусь. Это коллекционеры, которые ко мне приходят именно за моими работами. То есть не покупают в салоне, как на базаре, да, случайные люди, случайные работы для украшения там коридора. А это люди, которые серьезно интересуются искусством. И третье, это вот такие очень интересные коммерческие заказы, которых мало. Вот расскажите, как вы попали, например, в Третьяковку? Всероссийский конкурс молодых художников имени Третьякова. Он проходил в начале 2000-х. Я первый раз поучаствовал в этом конкурсе в 2005 году, потом в 2006-2007. То есть три года я участвовал. И вот после 2007 года этот конкурс перестал существовать, потому что его куратор, организатор Михаил Николаевич Афанасьев, замечательный, он, значит, просто, ну, как бы не смог бороться с обстоятельствами, потому что ему, как и любому организатору, как мне, например, когда я работаю над Азартом, например, приходится решать кучу вопросов, ну, совершенно организационных. Возвращаясь назад, хочу сказать, что как я попал в Третьяковке? Это был просто всероссийский конкурс. Любой желающий из любого региона России, там, до 35 лет в возрасте, мог в соответствии с номинациями, заявленными в конкурсе, послать свои работы. Там не более трех, по-моему, работ, я не помню. Вот, и, соответственно, там эксперт, ну, какой-то эксперт-то жюри было, экспертное сообщество, которое на первом этапе производило вот этот отбор. Там были тысячи произведений, из них они выбирали там несколько десятков, то есть один год было 30 чем-то работ, и вот последние два года было 40 работ. То есть со всей страны всего 40 работ, из 1040, то есть такой отбор, там, 3030 работ. Вот, и, соответственно, вот тем ребятам, которые попадали вот в этот финал, им организаторы оплачивали перелет в Москву и обратно, проживание в Москве трехдневное, и в случае победы, естественно, там были, как бы сказать, прикольные такие премии. Вот, ну, и, соответственно, там каталог, потом, значит, само участие, сама возможность экспонирования твоих произведений в Третьяковской галереи, это все было. И опыт победы, это был просто потрясающий опыт. То есть не просто участие, а еще и победы, да еще и два раза подряд, да еще и первый в истории конкурса. То есть до меня не было, вообще не присуждали в номинации графика никому наград никаких. А вот в 2006 году, впервые, когда я победил, это была первая, вообще первая победа в истории конкурса. Вот, и потом на следующий год опять. То есть это тоже просто невероятно. То есть так не бывает, когда снаряд в одну воронку вообще падает, в одну воронку. Мне запомнился тот хайп, который я получил после первой победы, потому что, ну, в Барнауле, ну, только из утюга я не разговаривал там, потому что все брали интервью. Журнал «Телепарк» на холодильнике у каждого, такой, знаете, на котором, то есть тоненькой бумажки, вот там, значит, на обложке анонс, там, разворот рядом с певицей Валерией, там, значит, было мое интервью. Вот это действительно по-настоящему было, как бы, сказать, такое внимание, которое меня как-то впечатлило. Да, действительно, это было круто. Я понимаю, что такое быть звездой, когда ты певец. Ну, то есть там тебе несут деньги, тебя любят, тебя узнают девчонки, хотят с тобой провести время. Вот когда ты звезда-художник, какие профиты? Тогда тебя узнают вообще художники. То есть вот у меня такая история прям реальная. В Питере постоянно я же, ну, езжу там, работаю летом, и все время сижу там где-то в центре. Ну, я обычно где-то за углом, там, за забором, где-то на помойке сижу. Ну, то есть не на Невском проспекте, короче говоря. Но и тем не менее почти всегда, каждый год меня на улице узнают. О, смотри, смотри, Зайков пошел. То есть я иду там где-нибудь, за спиной слышу каких-то людей. Оказывается, это там красноярские какие-то ребята, которые у нас там в азарте, например, участвовали. Или там амичи какие-то, или наши барнаульцы, которые там живут, или там какие-то новосибирцы, допустим. То есть меня достаточно хорошо знают художники, и молодые художники, потому что я с молодежью работаю. Вот. Ну, а так, я вам скажу, что, конечно, мне в жизни повезло, потому что сам факт того, что я вот оказался на этой стезе, на этой тропе художнической, он, ну, это произошло совершенно случайно, это было совершенно неожиданно, когда я там, действительно, вот мальчик из художки приехал в Новосибирск, с перепугу сдал какие-то там экзамены на художественную керамику, и вдруг выясняется, что мастер курса, выдающийся советский художник, Михаил Сергеевич Умбыш-Кузнецов, выдающийся художник на самом деле, вот величины, как бы масштаба СССР. И вот ему понравилась моя работа по живописи, просто вот, ну, абсолютно какая-то ученическая. И он поставил 10 баллов из 10, это была единственная десятка на потоке. То есть со мной рядом сдавали экзамены какие-то такие волосатые, там все в масляной краске, прям художники. А я был, я помню, у меня была футболка такая, Алиса, группа Алиса «Черная метка» альбом тогда вышел, и был тур по стране, и мы в Барнолл с моими ребятами, пацанами ездили в 11 классе, в дворце спорта был. И вот купили там эти футболки. Я, короче, в этой футболке в каких-то там штанах непонятных, все в уголке там на бумажке акварелькой рисую. Вот, и тут такие художники. Фактически медовые акварели, да? Да, 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 и тут такие художники, прям вот все из тебя художники. И в результате оказывается, что у них там шестерки, семерки, у меня десятки. Я знаю, что вы очень рано женились. И вот мне просто интересно, на что живет молодая семья, очень молодая по возрасту, и в принципе молодая, когда вы еще не преподавали. Рано это вообще все относительно, потому что у меня есть друзья, которые там поженились в 17 лет, например, да, и сейчас прекрасно себя чувствуют, женаты до сих пор у них там. На тех же женщинах? Абсолютно, да. Только не здесь, да, в Петербурге, например, на данный момент живут. Вот, а я женился, ну, на шестом курсе, мне было 23 года, моей жене было 21, соответственно, на два года она меня младше. И у меня не было такого периода, вернее, почти не было месяц, мы были женаты, и я не работал. То есть я как бы находился в самом таком, так сказать, в каком-то пике, когда ты защитился, и тебя никто не ждет вообще, художника никто не ждет нигде вообще. Поэтому у меня был некий такой вообще стресс на самом деле, и даже почти депрессия, и вообще депрессиям не подвержен, но тогда нечто подобное вообще почти случилось. И это было всего месяц, а потом меня пригласили в политех, в Барнаул, и я просто не раздумываю, а сел и поехал, и мы с женой приехали сюда. И здесь уже я стал получать небольшую зарплату. Надо сказать, что я жил в общежитии во время учебы. Просто у вас есть, я простите, перебью, у вас есть просто работы, где очень хорошо, очень живописно, но грустно выглядит быт ваш. Вот поэтому я спрашиваю. Я просто видела эти работы, там такая, я помню, ванная была. Да, я быт описал. Это с ванной, это была уже роскошная наша жизнь. А, это уже роскошная, да? Конечно, мы жили в общежитии. То есть мы сначала жили в общежитии в Новосибирске, потом мы переехали в общежитии АлтГТУ в четверку, на улице Никитина, Некрасова, Некрасова. Вот, тоже довольно долго, года 4, может быть, 5. Потом мы переехали на съемную квартиру. Вот то, о чем вы говорите, там рисунки туалета, там фрагментов интерьера санузла, там, допустим, кухня вот эта маленькая в Малосемейке. Мы переехали в Малосемейку. И для нас этот переезд, это было сродни просто, ну, как бы, я не знаю, переезду во дворец после общежития. Представляете? Вот, поэтому мы никогда не были прихотливы в быту. И в общежитии это просто, я помню, мы в 90-е годы, это 90-е годы, я учился в 90-х годах. И сейчас многие говорят об этом с каким-то, я не знаю, ну, с восторгом. Я не буду говорить об этом с восторгом, потому что было все очень плохо. Вот, ну, я не знаю, сигареты продавались на вахте в институте, поштучно. То есть, если приходят студенты учиться, у него нет денег, а у студентов не было денег, да? Ну, на сигареты ты точно деньги найдешь, там, 5 рублей этих. Пиво продавалось чуть ли не на вахте в институте. Водка продавалась круглосуточно во всех ларьках, причем в районе Студгородка в Новосибирске, вот где мы жили. Там, значит, очень большая концентрация ларьков с паленой водкой, например, была. То есть было все сделано для того, чтобы, ну, народ просто спивался там. Ну, вы знаете, как показывает история, алкоголь не помеха, а для многих даже, так сказать, вдохновение, для многих очень талантливых людей. У вас были проблемы какие-то? У меня не было проблем, но у меня много друзей, у которых были серьезные проблемы вот в то время уже, когда им было 18-19 лет, и у них были уже проблемы с алкоголем. Кого-то из них нет уже сейчас с нами. Поэтому на самом деле это было такое вот, как бы, так сказать, такой, ну, экзамен, не экзамен, но это была проверка на самом деле. Это очень, очень серьезное было испытание в этой жизни. И потом, ну, а я, тем не менее, я вспоминаю это время с большой любовью, потому что это было очень круто, это было весело, это лучшие годы. И вообще люди всегда жили бедно. То есть мы всегда, как бы, сказать, ну, я не знаю, картошкой питались. То есть там у меня был человек, друг, который просто покупал, он понял, что вот у него есть деньги, он покупает там три мешка гречки, допустим, на полгода. И все. И вот эти деньги быстро кончаются, он ест гречку, например. Это нормально. Поэтому, как бы у меня не было никаких, значит, этих самых, иллюзий насчет моего качества жизни в будущем и уровня жизни. И когда мы с моей женой, ну, еще не будучи женаты, как бы на эту тему как-то фантазировали, разговаривали на тему нашей будущей жизни, я ей говорил, Алена, ну, смотри, будет вот так, скорее всего. То есть как ты готова к этому? Ну, она, в общем, согласилась, поэтому... Слушайте, а когда вы получили гонорары за победы, например, на что, вот что хочет молодой художник, у которого ничего нет, и когда он получает деньги большие? Да, мне, слава богу, выдавали... Оторвало что-то у вас? Нет, мне выдавали натурой. То есть мне выдавали... Короче говоря, за победы в конкурсе Третьякова меня отправляли в Италию и в Грецию. То есть я победил и поехал. Как вот по аналогии с Обществом поощрения художеств дореволюционным, когда медалисты Академии художеств отправлялись в пенсионерские поездки за рубеж. И вот, ну, там, конечно, они годами жили. В Риме, допустим, надо было там 3 года прожить или 5 лет прожить, я уж не помню. Но им запрещалось как бы жениться, кстати. То есть им надо было ехать туда и заниматься только искусством. Но там, конечно, меньше было, там, по-моему, 2 недели. Каково это быть очень молодым преподавателем, живущим в общежитии, и преподавать у ребят из очень хороших, обеспеченных семей, с характером, с там, с амбициями? У меня не было никаких проблем. Я даже об этом не задумывался абсолютно. То есть, во-первых, я как бы так вот даже сейчас вспоминаю своих студентов. Сегодня мы с ними встречались заочно, правда. Я не вижу людей, кто это как бы выпячивает, вот эту ситуацию, даже если он там несколько более состоятельный, чем остальные. Очень много простых ребят, кто так же в общежитии живут. То есть у меня никогда не было такой проблемы абсолютно. Есть, знаете, Вадим Климов, и он очень часто ругает вас за то, что вы на протяжении многих лет не развиваетесь, как он говорит. Ну, то есть, что вы какой-то стиль выработали и работаете в нем уже много лет, и он никак не трансформируется. Есть вам что ответить? Ну, я бы Вадима Александровича отослал к моему сайту просто, чтобы он повнимательнее изучил. У меня на сайте произведения выложены не как обычного художника по жанрам, по видам искусства, а по годам просто в хронологическом порядке. Это довольно интересный опыт был для меня. Когда мы сайт готовили с ребятами к запуску, я систематизировал все свои работы вот именно по времени создания. И получилось очень интересное развитие. Поэтому Вадим Александрович пусть зайдет на сайт и внимательно посмотрит по годам, что я делал. И я уверен, что он как-то задумается над своими словами. Ну, а с другой стороны, я хочу сказать, что я абсолютно уверен, что любой художник делает всю жизнь одно и то же. То есть, абсолютно. Ну, что бы он ни делал, он делает все, он говорит об одном и том же все время. А вас обижает? Маски содержательно, как угодно. Обижает, вот когда говорят плохо о том, что вы делаете? Ну, конечно же, мне не нравится. Это же, как бы сказать, главное, что я делаю, это суть моей жизни. То есть, вам это все-таки неприятно? Задевает меня, да. Но я стараюсь не слушать, не обращать внимания. На что вы тогда ориентируетесь, если получается ни критика, ни похвала для вас, ни ориентир? Я к себе прислушиваюсь, да, на то, чему я научился, на то, что мне дали мои учителя когда-то. И не то, чтобы я совсем не прислушиваюсь к мнению. Для меня, например, важно экспертное мнение, авторитетное. То есть, например, я стараюсь участвовать регулярно в каких-то конкурсных проектах. И вот именно для того, чтобы как-то легитимизировать свое творчество на разных этапах. Потому что, на самом деле, вот хотя Вадим и говорит, что я не развиваюсь, но достаточно разные вещи делаю. И иногда бывает абсолютно не уверен в том, что ты делаешь. И когда ты отправляешь такую работу на какой-то авторитетный конкурс, и вдруг получаешь, там, ну, входишь в лонг, в шорт-лист, там, или там, даже побеждаешь. Это, конечно же, является для меня подтверждением того, что это все не просто так. Ну, и еще, кстати, вот эти вот участия в конкурсах для меня лично это некий оберег такой. Ну, то есть, в общем, защита художника может обидеть любой. Может художника обидеть легко. А когда у него есть вот некие аргументы в виде вот таких вот достижений, он может сказать, все, вот, Вадим Александрович, посмотри сюда. Вроде как искусство должно принадлежать народу. Но прочитала художников разных и иностранных, и они все говорят, что они ориентируются на мнение очень узкого круга людей. Вот, но это же, наверное, это же неправильно. Как вот из этого дисбаланса выйти? Наверное, неправильно, да. Наверное, самая правильная ситуация была там в Советском Союзе, когда был соцреализм, который был нацелен на то, чтобы быть понятным всем и нравиться всем, там, большинству, обществу. Вот. Ну, не знаю, мы живем там в такое время, когда какого-то консенсуса быть просто не может. А нужно, тогда переформулирую, а нужно вообще рядовому гражданину хоть немножечко говорить на языке искусства. Вот господин Шнуров, человек, кажется, далекий от искусства, на самом деле, например, очень точно сказал, что без подготовки нечего ходить в музей. У вас какое мнение? Нет, ну, наверное, это так, потому что я вообще терпеть не могу воинствующего обывателя, от человека, который ничего не знает и судит, там, не смело, там, художников, музыкантов, театралов, там, или всех остальных. Понятно, что культурный уровень необходим для восприятия искусства. Но искусство может быть разным и должно быть разным. И есть искусство, понятное абсолютно всем, слава богу. У вас есть довольно понятные работы, и одна из них — это художник всегда один. Что хотел сказать автор? Я тоже и хотел сказать, что, по большому счету, художник, как бы сказать, находится с собой наедине все время в процессе творчества. Потому что речь не идет о жизни. В жизни, безусловно, мы окружены близкими людьми, это очень важная составляющая жизни. Но когда ты находишься один на один с кем-то там, да, в творческом процессе, то здесь никто тебе не поможет. Ты один. А вам не обидно то, что вот вы вроде такой какой-то глубокий смысл хотите внести в свои работы? Как-то вот что-то такое важное сделать, а в итоге кто-то возьмет и просто повесит в гостиную сюда эту картину? Это будет просто как в мультике. Эта картина очень важная, она у нас дырку в стене закрывает. Нет такого, вообще нет опасности, чтобы так произошло. И их не покупают. А как вы отсекаете эту опасность? У вас дорого покупать, чтобы не могли обыватели или как? Ну просто обывателю неинтересно то, что я делаю, вот серьезно, как вы говорите. Ему нужны цветы на стену, ему нужно там отдохновение. А мои работы напряженные достаточно, там никакого отдохновения не бывает. Слушайте, ну вот мы сейчас с вами разговариваем, и вообще, сколько я вас помню, вы всегда такой, ну какой-то земной такой человек. А вот как раз работаю, у вас в работах довольно много напряжения. А откуда это? Чего-то его знает. Ну мне контраст — это мой метод, потому что мне контраст вообще — это мое любимое состояние и мой любимый алгоритм действий. Потому что мне нравится читать все время что-то такое напряженное. Композиционно, по материалу, по сюжету, по всему. Ну просто, знаете, есть такое мнение, что, например, творчество — это такое отражение не мира художника, а самого художника во многом. А вы не похожи на человека контрастного, мне кажется, вы наоборот такой достаточно плавный и мягкий человек. Ну прям ровный человек, да, ну устойчивый. Не знаю, Маша, тут надо ужины спросить, наверное. Вы никогда не думали, да, об этом? Вообще вы думаете о том, что вы делаете? Потому что я тоже слышала про такой метод, что художник, вот он вступает в транс и начинает это вот с вами. Нет, я абсолютно рационально работаю. Конечно, никакого транса у меня нет. Бывает, знаете, ну какое-то вот состояние рабочего напряжения, что ли, особенно, когда ты находишься в каких-то обстоятельствах, там, например, на пленэре, когда у тебя идет работа, осталось немного, а солнце садится. Например, ты начинаешь работать с утроенной силой, не замечаешь ничего вокруг, там, не замечаешь то, что ты голоден, не замечаешь то, что там ты замерз и все остальное. Такое бывает. А еще очень тема про художников – это тема вдохновения. И всем творческим людям, которые сюда приходят, я задаю этот вопрос. А было у вас такое, чтобы вы решили, что все, баста карапузики, хватит рисовать, займусь-ка я чем-нибудь нормальным? Нет, такого не было, но фактически вот со временем, с годами я все меньше работаю, потому что все-таки преподавательская работа, она занимает все больше и больше места в моей жизни. Не знаю, к сожалению или к счастью, на самом деле этот процесс мне нравится. Вы стали участвовать в онлайн-проектах, и вы не считаете это неким разменом такого большого таланта художника, признанного таланта на такую, наверное, понятную, скучную, но зато, наверное, денежную работу? Я не знаю, мне интересно, денежная она или нет, пока еще как бы я не почувствовал. Но для меня это очень интересный опыт новый, потому что я вот абсолютно комфортно себя чувствую в ситуации съемок, потому что у меня съемки каждый день идут в мастерскую, мы сейчас снимаем этот курс. Вот, теперь новая форма вообще общения со зрителем, вот сейчас как бы тоже я ее, я этот опыт получил, это вебинары, то есть у меня никогда не было интернет-общения. Это оказывается очень интересно и довольно живо, и с обратной связью. Вот, ну и, не знаю, посмотрим, но, конечно, вы наступаете нам больное, потому что, конечно же, хотелось бы быть в какой-то идеальной ситуации, когда в меру преподаешь, в меру там что-то другое держишь, в меру общественной деятельностью занимаешься, и, значит, главным образом ты творишь. Ну, так, наверное, не бывает. Так, может быть, будет там, я надеюсь, там, после 60-ти, когда я буду прямо уж совсем как Пабло Пикассо, могу себе позволить сидеть в загородном доме и писать. А сейчас, если ты занимаешься там каким-то проектом, там, выставки «Азарт Сибирь», например, то это отнимает абсолютно 100% твоего времени в течение года. Кстати, а зачем вы начали заниматься «Азартом»? Он же в какой-то момент, мне кажется, стал таким каким-то практически чиновничьим проектом. Я не знаю этого, не чувствую. На самом деле, вот этот проект, он действительно уникален в том смысле, что он существует уже много лет. И там чиновники или не чиновники, это другой вопрос. Но художники очень ждут этого проекта, им этого проекта не хватает. Потому что сейчас вот в области там выставочной практики выставочные проекты становятся все более кураторскими. А кураторский проект — это, конечно же, выборка какая-то. То есть это не средств, не объективный средств ситуации. И многие художники, молодые художники, речь идет о молодых художниках, которым необходимо получать практику, необходимо как-то социализироваться и так далее. Это очень важные вопросы. Так вот, многие талантливые ребята, они просто не попадают в эти выборки. И поэтому наш проект позволяет им выйти на площадку, где их увидят. Что касается там чиновничьего или нет, вот мы выиграли просто президентский грант. Это звучит достаточно одиозно, президентский грант. Но это реальные средства для, например, для нашей общественной организации. Реальные средства. Такого бюджета мы никогда не имели и никогда бы не получили. Но, надеюсь, вам взамен не просят приглашать на голосование за поправки в Конституцию. Нет, это все миф. На самом деле, вот институт фонда президентских грантов, это достаточно демократичная вещь. Но если не играть в политику какую-то, мы в политику не играем, мы играем в творчество. В этом смысле все прозрачно, все супер. Мне очень понравилось. Я сейчас буду писать следующий грант. Кстати, я знаю, что вы как-то в политику-то один раз пошли, точнее не в политику, а в творчество, но попали в политический замес, когда была история с сеятелем. Один чиновник жаловался другому чиновнику, я слышала о том, что вы сказали, что сеятель недостаточно художественен. Да нет, мы здесь... И вообще не так уж и хорош, как кажется Александру Богдановичу. Да нет, не было такого. Был момент с общественным обсуждением этого проекта. Да, это было в рамках общественного обсуждения. Губернатор должен был получить поддержку, и эта поддержка была такая добровольно-принудительная, так скажем. То есть Союз художников дал положительную экспертизу, положительное заключение, положительный отзыв на этот памятник. Ну просто потому, что надо было. Но памятник не так уж и плох сам по себе. Единственное, что он, конечно, в градостроительном смысле там, может быть, не нужен. Он, может быть, лучше выглядел бы во внутреннем дворе музея. Ну это уже дело десятое. Это никакая не политика. Это профессиональная деятельность, область деятельности профессиональной. Для вас вообще важно быть честным? В творчестве я всегда честен. Да и в жизни тоже я не знаю. То есть я не лезу на рожон, естественно. Мне это не надо абсолютно. Я вообще не политик. Я считаю, что политика — это область, это грязная сфера. То есть любой политик по определению плохо. Абсолютно. Я уверен в этом. То есть прибивать к себя к брусчатке — это не ваш путь? Абсолютно нет. Поджигать двери тоже не ваш. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Расскажите про Раменского. Что с ним было в последние годы? Я просто понимала, что он уже, конечно, очень взрослый человек. Но то, что его не стало для меня, как-то неожиданностью стало. Он еще вчера был на просмотрах дипломных, потому что там уже, по-моему, дипломники были. А типа вот завтра уже вот так. Ну это счастье так уйти, я считаю, для художника. Он был адекватен до последнего, и он работал творчески до последнего. Понятно, что в связи с возрастом возможностей у него было не так много, но абсолютно. А вы бы как хотели закончить? Да, я бы хотел продолжать, конечно, но если уж заканчивать надо, то так же, как Владимир Александрович. Ну работать до последнего. Есть какая-то магия в творчестве? Безусловно, это счастье. Творчество — это счастье, когда получается, и когда даже не получается. И, безусловно, каждый художник хоть раз в жизни испытывал вот это вот «Айда Пушкина, Айда Сукин сын». То есть это, ну не зря же Пушкин это сказал. Пушкин вообще гений. А как же вдохновение? Ну это такой вопрос тоже традиционный, я на него тысячу раз отвечал уже. В моем случае вдохновение — это работа. То есть вдохновение не приходит само по себе. Это для меня не необходимое условие работы. То есть в моем случае все наоборот. Сначала работаешь, потом вдохновение. Просто ждать вдохновение бесполезно, оно не придет. Возможно, его даже не существует. Зачем вы ломаете мир хрупких людей? Нет, это только мое мнение. Я знаю, что многие придерживаются такого уже из художников. Но у вас есть какая-то супер мечта, например, чтобы ваша работа в каком-нибудь музее Помпиду оказалась? Помпиду — нет. Светвиковки были уже, я их оттуда забрал. Да нет, такой мечты нет.